Здравствуйте, друзья! Мы с вами беседуем с Михаилом Алексеевичем Гавриловым, которого в народе знают просто как доктор Гаврилов. Вот, Михаил Алексеевич, есть люди, которые теряют вес, худеют, как-то оздоравливаются под таким пристальным руководством специалистов. Есть люди, которые читают книжки, читают там, на интернете изучают. Меня, например, не то что удивляют, но как-то я пугаюсь, когда вижу вот эти вот летние похудения, там специальная программа, чтобы на пляже тело показать. Вот где граница разумного в том, что человек, скажем, худеет по книжке или там... Я даже не говорю какие-то моно-диеты, как на кефире, на белках, на чем-то, но вот где граница того, что человек должен хорошо разбираться в том, что он делает, или работать со специалистом, или можно просто действительно взять и почитать в ней, что вот... Вот я по пяти книжкам поделал за 20 лет. Ну, я хочу поблагодарить Михаила Петровича, что вы нашли время, посетили тренинг. Для меня, конечно, большая честь, потому что человек вы грамотный, и то, что вы выбрали нашу технологию, на самом деле это труд большого коллектива специалистов, задача которых помочь человеку понять свой организм. И есть такое потребительское отношение, съешь пилюлю, похудеешь. В принципе, оно было, есть и будет, и оно будет эксплуатироваться. И поэтому здесь в какой-то степени продолжается естественный отбор по Чернцу Дарвину. То есть выживают, ну, в наше время не сильнейшие, а те, кто готов трудиться, готов что-то делать, готов думать. А то, что это действительно проблема чума 21 века, это факт. То, что это обесценивается, когда мы читаем, надо там больше двигаться, меньше есть, и напасть пройдет, это профанация, которая делается специально, чтобы человек, который понял, что у него это никак не получается, купил какое-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое простенькое. Пилюльки, иголочки, трусет космических скафандров, ну, то есть тебе магазин на диване, пожалуйста, он предложит вам новые варианты каких-нибудь шоу-методов, ягоды Годжи или что-то из этой категории. А вот волевые всякие говорят, рот на замок, ты не худеешь только потому, что ты как бы, вот человек ты такой, не в состоянии себя контролировать. Да, и очень часто волевые люди наносят себе, ну, практически непоправимый ущерб, присаживаясь на какую-нибудь неполноценную диету или какое-то неподходящее для организма питание. Организм как бы сопротивляется, ну, то, как человек волевой, он его худеет, скажем так. А потом, года через два возникают побочные эффекты. Я не буду их сейчас, не буду пугать людей, да, но на самом деле это очень серьезная проблема. Поэтому, вот когда кто-то собирается научиться водить автомобиль, законом установлено, что он должен взять себе инструктора. Хочешь, не хочешь, умный ты там или какой, инструктор помогает быстро научиться, чтобы избежать каких-то вот таких опасных для жизни ситуаций. По сути, специалист, который помогает человеку снизить вес, он выступает в роли инструктора. Он учит человека понимать свое тело. И то, что для одного человека может быть едой полезной, для другого может оказаться вредным. Ну, тогда другая проблема начинается. Начинается проблема коммерциализации. И как простой человек, вот, допустим, он смотрит в зеркало и понимает, что надо что-то делать с собой. Вот как он поймет, какой специалист специалист, какой специалист просто раскручивает, а какой вообще понимает что-то в своем деле или не понимает. Как быть-то? Ну, вообще, лучше, конечно, обращать внимание на людей, которым он помог. То есть, если есть люди, которые довольны, хорошо выглядят, они сбросили вес. Можно рассказывать очень долго и красиво. А есть факты. Факты говорят о том, что либо этот специалист действительно помогает людям, либо он рассказывает какие-то интересные сказки. А вот такой фактор, как, например, я много раз проходил, и многие люди тоже проходили, вроде ты скинул вес, потом снова набрал вес. Все-таки хочется же скинуть так, чтобы потом не набирать, если уж так по-серьезному. Поэтому вот то, что, допустим, человек скинул и потом не набрал, это его как бы генетика, психология? Или это все-таки связано с тем, как он именно терял вес? Какая связь? Да, это жизненная мудрость, потому что рецидив, подскок веса после сброса, считается частью снижения веса. Вопрос, в каком количестве этот рецидив, 2 килограмма или 20. И это зависит от того, каким образом сбрасывал вес человек. Если это была какая-то краткосрочная диетическая программа, которую невозможно поддерживать на протяжении долгого времени, то, как правило, сколько сброшено, столько и набирается, чаще всего с довеской. Поэтому сам процесс снижения веса должен быть тренировкой, подготовкой к тому времени, когда уже идет контроль за нормальным весом. Таким образом, никаких запрещенных продуктов быть не должно по определению. Просто если продукты выгодные есть, нет. Если человек съел какое-то блюдо, у него отек к венке, он понимает, что ему нельзя это есть не потому, что запрещено, а потому, что он просто плохо себя чувствует. И в процессе снижения веса очень важно как раз и подобрать, создать для себя философию питания. Как сказал кто-то из великих, иногда маленькие ограничения приводят к большим радостям, а иногда маленькие радости к большим ограничениям. Так вот, в процессе снижения веса очень важно выяснить этот вопрос. А вот такая формулировка, как вот у меня один человек в Болгарии живет, рассказывал, как он вообще в своей жизни, как у него это все происходило, там разные обстоятельства. И вот он закончил, он долго искал путь, искал, нашел, в общем, все у него хорошо в итоге, в тяжелой ситуации. И вот он закончил, он говорит, слушай себя. Есть много людей, которых можно слушать, но главное себя слушай. Вот вы бы так согласились с этим делом, вот себя слушай. В наше время, к сожалению, вот та ситуация, которая нас окружает, не предполагает полного доверия к своим тем же самым вкусовым рецептам. То есть большое количество пищевых наркотиков, продукты, которые имеют точку блаженства, и в то же время содержат вредные трансжиры, опасные е-добавки. Пока есть вкусные, хорошо. А потом, минут через 15-20, организм испытывает химический стресс. И мы, этого в природе не было. Поэтому мы сейчас не можем доверять своему мозгу, своим вкусовым рецепторам полностью. Требуется определенное присутствие все-таки ума. Поэтому все вот эти варианты интуитивного питания, они очень хорошо подходят в джунглях, где человеку надо добывать еду, иногда рискуя жизнью. Да, тогда он может интуитивно, там, скажем, попитаться. То есть он спасется там, где мозгами он еще не понимает, что происходит. Его интуиция выведет. Вот интуитивно можно питаться в тех природных условиях, где создавалась генетика человека. За последние сто лет научно-техническая революция полностью перевернула мир. Поэтому, если вы хотите жить хорошо в наше время, требуется все-таки участие, определенное участие в мышлении. То есть таким образом, если мы имеем, скажем, там, я не знаю сколько, 70%, 85% населения, не имеющего достаточно образования, может быть, интереса и так далее, и так далее, то мы попадаем вот в эту ситуацию генетического отбора, когда там большинство из нас должно как-то пострадать. Я тут не соглашусь, потому что это не зависит от уровня интеллекта, это зависит все-таки от мудрости человека. Житейской мудрости. Да, когда человек думает, что он сейчас пойдет съесть пилюлю и купит себе стройное тело, пока еще заново никто никого не родил. То есть надо уметь жить с тем организмом, который есть. И вот у меня прекрасно справляются пациенты, имеющие даже, ну скажем, низкий уровень IQ, но в то же время вот это вот житейское понимание, что в данном случае купить себе новый организм не представляется возможным ни за какие деньги. То есть от земли, как бы от природы у них мудрость такая житейская. Да, и здесь вот мы все равны перед, скажем, высшей силой, неважно кто ты, дворник или академик, но есть вещи, которые надо делать своими руками. И когда человек это понимает, у него все получается прекрасно. Ну, давайте напоследок я задам вопрос такой, ну не знаю, удастся ли мне получить так ответ. Но все-таки, если человек хотел бы начать разбираться немножко в этом деле, ну вот какой первый шаг? Может быть, книжка какая-то? А, то есть что надо сделать, чтобы начать снижать вес? Чтобы начать понимать лучше в этом деле. Вот все-таки, я считаю, надо выбрать себе нормального специалиста. И чтобы не совершать ненужных ошибок, сейчас есть грамотные нормальные специалисты, вот в частности врачи функциональной медицины, которые системно подходят к вопросу. Ожирение – это не прыщи, это системное расстройство организма. Это как головная боль. Голова может болеть от перепада погоды, голова может болеть от того, что энцефалит с менингитом. И поэтому в любом случае, если вы собрались снизить вес, будьте любезны, сдайте хотя бы вот изначальный объем необходимых анализов, посмотрите, в каком состоянии ваш организм, дальше посоветуйтесь с специалистом, выберите себе подходящую программу, и все получится. Набор анализов кто-то должен направить на анализ? Ну, конечно, ну это, как правило, терапевт. Тем не менее, пожалуйста, это врач, который занимается тем, чтобы помогать людям снижать вес. Это может быть и эндокринолог, это может быть специалист, который в этом понимает. И он скажет, погиб, дай вот такие анализы, и мы будем там… Это необходимо, потому что, ну как это сказать, есть закон, то есть есть аксиома. А вот такие экстремальные вещи, например, я когда худел, и там зритель на канале мне говорит, Михаил, а вы, говорит, сдавали анализ волос на микроэлементы. Я думаю, фига себе, нет, не сдавал, а это нужно? Ну, это такой очень условный анализ, то есть его нельзя считать достоверным, но, тем не менее, это один из способов выяснить дефицитарное состояние. Другой вариант – профилактический прием, прием профилактических долг. Это поливитамины с микроэлементами. Лишнее выводится очень легко и быстро, поверьте мне. То есть повредить все из них нельзя? Нет. А если не хватает, допустим, того же магния, нарушается примерно 700 обменных процессов. Это и перистальтика, и артериальное давление, это и деятельность мозга, вот вспышки, раздражительность, это нехватка магния. А это можно померить, да, сколько там? Ну, вы знаете, я считаю, это такой приблизительный достаточно анализ. Тем не менее, есть другие анализы для выяснения наличия, как сказать, нормы микроэлементов крови или аминокислот, или омеги-3, той же самой. То есть сейчас, в принципе, исследовать можно при желании все. Вопрос, что если сдать все анализы, ну, это крови, наверное, не хватит, и это много денег стоит. Поэтому существует определенный набор анализов, которые надо сдать. Это общий анализ крови, это биохимия крови, это ультразвук. Для того, чтобы знать, что будет в процессе снижения веса, чтобы, если где-то какая-то система слабая, поддержать ее. Потому что на самом деле изменение веса – это нагрузка на каждую клеточку человеческого организма. И поэтому хочется же не просто сбросить вес, хочется иметь хорошее настроение и хорошо выглядеть. Поэтому да, поэтому сейчас, на данный момент существуют все способы и методы, которые могут помочь любому человеку, в любом возрасте, с любым лишним весом, с любыми заболеваниями этот вес убрать. Вопрос, смотрите, если мы берем молодую девушку, радостную, которой вообще все хорошо, ну, и там, допустим, 20 лишних килограммов, или женщину в возрасте за 60, у которой все и гипертония, и диабет, и так далее, ну, естественно, к ним разные подходы нужны. Ну да. Поэтому да, поэтому где-то специалист нужен для консультации, где-то для сопровождения. У вас на веб-сайте, вот как заходишь, и там такая девушка идет, она полненькая, но совершенно очаровательная. И вот у меня с женой разошлись, гады, я говорю, какая девочка? Она говорит, Миша, она же могла бы похудеть и быть еще лучше. Я говорю, да ты не понимаешь. Она прекрасна вот в этом. Михаил Петрович, я вас прекрасно понимаю, есть просто природная такая композиция. Женщина привлекательна для мужчины, когда у нее широкие бедра и узкая таль. Поэтому неважно, какая девочка какого веса, если ее живот, объем живота превышает 80 сантиметров, мы можем говорить уже все-таки о болезненном патологическом ожирении, которое приводит к старению. Если же, ну скажем, бывают такие крупные девушки, то есть вес большой, но при этом объем талии меньше 80 сантиметров, можно говорить, что здоровью этого человека ничего не угрожает, пусть она живет и будет счастлива. Потому что если все будут барби, это будет скучно, это будет инкубаторский мир. Так что попытка гнаться за стандартами, ну конечно, она смешна. Ну что же, хорошо, спасибо большое, друзья. Мы так вот, не хочется сказать, поймали, но в общем, да, доктора Гаврила в тот момент, да, когда он уже тут сидит на чемоданах и ждет машины, которая там повезет его дальше по жизни. Вот, и спасибо большое, и если так настроение будет, мы будем очень рады вас видеть в нашем канале, там еще. А знаете, что давайте мы скажем, вот ребята, у которых вопросы есть, пишите в комментариях, а мы Михаилу Алексеевичу сбросим ссылку, он посмотрит на ваши вопросы, хотя я не думаю, что вы какие-то новые для себя увидите вопросы, но во всяком случае может возникнуть там тема для беседы какой-нибудь. Спасибо, уважаемый Михаил Петрович, спасибо. Спасибо.